Здравствуйте! Это Суть дела. Вчера мы с вами говорили о том, что разрешение параллельного импорта и закон о принудительном лицензировании открывают дорогу к обратному инжинирингу. Обратная разработка электронных устройств появилась еще на заре радиотехники. В 20-30-х годах прошлого века самые разные фирмы копировали друг у друга еще радиолампы и схемотехнические решения их применения. Именно с обратной разработкой, а не с лицензионным производством, связано то, что радиолампы одного назначения почти у всех производителей оказались унифицированными и взаимозаменяемыми. Например, европейская лампа ЕЛ-95 – это клон более ранней американской лампы 6КА5. Есть и обратные примеры. Американские 6СА5 и КТ-88 – это клоны европейской лампы ЕЛ-34. То же самое относится и к нашим советским радиолампам, многие из которых являются клонами американских, получаемых по ленд-лизу, или немецких из трофейной аппаратуры. Вместе с лампами копировались и типовые схемы их включения. То есть фактически схемы блоков радиоаппаратуры. Из шуточных примеров можно привести нашу популярную советскую игру «Ну погоди». Электронная версия электроника IM-02. Она является нелицензионной копией японской игры Nintendo EG-26. Процессор IM-386 компании AMD создан ради совместимости с числом 80386 фирмы Intel, исходя из экономической целесообразности. Одним из широко известных примеров обратной разработки является исследование BIOS персонального компьютера IBM, ставшее серьезным шагом на пути развития производства IBM-совместимых компьютеров сторонними производителями. Создание сервера SAMBA, входящего в состав операционной системы Linux, и работающего с серверами на базе операционной системы Windows, тоже потребовало обратной разработки используемого Microsoft протокола SMB. Обратная разработка программного обеспечения производится с помощью следующих методик. Анализ обмена данными, наиболее распространенный в обратной разработке протоколов обмена данными, которые производятся с помощью анализатора шины и пакетного снифера для прослушивания шима компьютера и компьютерной сети соответствуют. Дезассемблирование машинного кода программы для получения ее листинга на языке ассемблера. Этот способ работает на любой компьютерной программе, но требует достаточно много времени, особенно для не специалистов. Декомпиляция машинного или байт-кода программы для создания исходного кода на некотором языке программирования высокого уровня. В наше время, под словами обратный инжиниринг, чаще всего понимается процесс, при котором одна группа разработчиков анализирует машинный код программы, составляет алгоритм данной программы на псевдокоде, либо, если программа является драйвером какого-либо устройства, составляет исчерпывающие спецификации интересующего нас устройства. После получения спецификации другая группа разработчиков пишет собственный драйвер на основе полученных спецификаций или алгоритмов. Результат обратной разработки редко идентичен оригиналу, что позволяет избежать ответственности перед законом, особенно при условии контроля отсутствия этой идентичности первой группы разработчиков и отсутствия нарушений торговых марок и патентов. Наше правительство просто обязано разрешить использование в стране обратного инжиниринга во всех отраслях, чтобы избежать полной благаты санкциями. Это было суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.